мы наконец-то в нашей выездной студии сегодня встречаемся с человеком кстати встречаемся выдерживая дистанцию встречаемся с человеком который может рассказать что же это за профессия такая комментатор спорта ведь всем кажется что это просто говори себе договори это маруся загорская честное слово в гостях у меня михаил миломед который сбежал от пандемии на алтай и сегодня расскажет зачем ему нужно пародирование и как знакомство с гусевым изменило его судьбу то что чем я сейчас занимаюсь это мечта миллионов я реально мог вот так разговаривать потому что и ой потому и мог его копировать и вот и всех этих людей потому начинался футбол это не хихоньки-хахоньки это очень серьезно я целый год прожил рядом с останкина и не мог в него попасть лежал смотрел в потолок и думал они это не слишком ли я в себя поверил вот такой смайлик такой и типа караул типа что происходит посадили какого-то идиота он все испортил я могу комментировать матч его может смотреть реально два человека в стране какой-нибудь били лединов кто вспомнил делал так миш привет привет марусь что ты сразу же почти столичный житель делаешь здесь в барнауле в разгар коронавируса если что мы на безопасном расстоянии да это самое важное все очень просто я когда закончились все футбольные чемпионаты в москве и последним наш тоже встал на паузу понял что делать там больше собственно говоря нечего работы практически никакой не будет а то и вообще не будет и надо ехать туда где друзья а здесь думал сейчас горный друзья там все дела каникулы каникулы кончились быстро неделя прошла и все это же у нас началась вся эта история на что ты здесь сейчас живешь если работа кончилась это интересный вопрос потому это даже для меня интересный проблема в том что есть но разные финансовые условия у разных работников как в любой компании и я не являюсь таким супер крутым штатным сотрудником канала поэтому мне приходится я всегда не я не привык просто тратить все что у меня есть у меня всегда есть какой-то стабилизационный фонд который можно тратить вот и собственно вот как-то так приходится пока без особой зарплаты где ты сейчас работаешь на какой позиции потому что ты так скромно это назвал не топовый сотрудник с такими объективно но я потому что ну есть люди которые на всю страну известны с своим мастерством и которые признаны сообществом и профессиональным и более широким может быть не тех прям кто футбол смотрит каждый день я пока к нему не отношусь я пока работаю стараюсь развиваюсь расту комментатор телеканала матч тв всех его кабельных вариантов в виде матч премьер футбол 1 футбол 2 футбол 3 и немножко ведущий канала матч премьер когда студии какие-то эфиры ну в том числе какая-то корреспондентская работа когда мы ездим по городам чтобы на между журналистикой корреспондентская работа и комментированием есть очень большая разница и комментирование мне кажется не так много людей занимается уж тем более здесь и в барнауле и там у тебя никто не мог научить ты как юли гусман это бы их никто никогда не учил вот это хорошо потому что квн на мой взгляд это вообще лучшая школа жизни которые каждый первый сюда приходит и говорит что он вышел из квн а в университете это был огромный пласт просто жизни я не знаю ну мы там ночами днями сутками неделями писали съездили по этим лигам ну как у всех квн щиков которые в это начинают погружаться съездили на международный фестиваль в сочи потом лига сибирь там и так далее ну то есть это речь это возможность спокойно чувствовать себя на аудитории на большой в том числе импровизация мышление понятно что не каждый квн щик может заниматься там журналистикой но это была другая история в которой я начал практиковаться сначала на радио потом на телевидении потом вел программу ну то есть все это в сумме все вот эти разные вещи они складывались для того чтобы ты потом мог что-то делать а комментирование ты правильно сказал это очень узкая специфика она может быть журналистикой ты не сильно и как бы связано бывает зачастую слушай давай вот комментирование чуть попозже вернемся расскажи историю как-то в принципе на матч-то попал появилась любовь к футболу изначально и когда ты вот мы обсуждали с тобой до этого когда ты не становишься профессиональным спортсменом ты как правило хочешь остаться где-то рядом с тем что чем ты занимался все это время и соответственно у меня тоже было такое желание вот те кто занимается футболом они хотят либо стать футболистами либо комментаторами или там работать в футболе клубе там ну вот как-то где-то рядом остаться и когда появилась возможность съездить на школу первого канала встретиться с виктором гусевым которого ты все детство слушаешь а он рядом с тобой сидит показываете пальцем где у тебя ошибки где у тебя хорошо копается с тобой разбирает ну и многие 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 другие преподаватели которые там были потом возвращаешься сюда и у тебя мир переворачивается есть время все это переварить осознать ну вот я решил что в январе семнадцатого года я поеду в никуда попытаться как-то стать работником матч-тв ну вот расскажешь про сам процесс я сначала обратился ко всем людям которые были на школе первого канала которые постарались мне помочь но каждый ни один из них не мог прям вот взять меня на работу то есть они помогли контактами рассказали как что кому обратиться кому-то направили за у кого-то за меня попросили но в итоге ничего не получилось я жил я я решил что я буду по барнаульским меркам немножко читерить я буду жить в соседнем доме не как в москве люди ездят полтора часа на работу я буду жить в соседнем доме мне это поможет и это сейчас очень сильно помогает когда мне нужно три минуты до работы идти но вопрос был в том что я целый год прожил рядом с останкина и не мог в него попасть и работал в других местах и мне это никак не помогало но был момент когда я лежал вот реально у меня была комната там не знаю 8 квадратных метров с такими старыми советскими обоями в цветочек значит такие вот мерзкие такие вот из из детства вот немножко отлепляющиеся ближе к потолку как это право водится всегда кровать такая которая пружинная вот деревянная вот из этих лдсп и вот и шкаф который дополнял эту атмосферу потому что когда ты его открывал он делал так вот так вот он делал каждый раз и это хочется уйти на работу если честно да только когда идти некуда это проблема но это было вот спустя месяц это произошла ситуация когда я реально лежал смотрел в потолок и думал они это не слишком ли я в себя поверил может быть у меня как-то слишком много было азарта и я что-то как-то может быть не готов может быть и не настолько крут как я там подумал что у меня должны взять но в этот момент мне стало стыдно за собственно эти мысли потому что я понял что вот именно наверное у каждого человека который уезжает в другой город и потом возвращается обратно есть наверное вот такой момент когда он такой ну не получилось в конце концов но я же никому не обязан могу ехать домой мне стало стыдно и решил что я не имею права вот так думать и как-то вот через как раз вот я переломил этот момент подумал что что я вообще несу себе в голове я меня все все получится я же приехал значит я буду биться головой об стенки и через несколько дней там были появилось предложение я там работал сначала со спортивной статистикой на английском языке с европы и америка и по ночам потом ночной хоккейной лиги в пресс-службе потом были было огромное количество любительских всяких видов спорта которые приходилось комментировать там хоккей корпоративные турниры организации но это была очень важная практика потому что ты спросила как попал конкурсы которые были на первом канале на матч тв я бы к ним подошел неподготовленным и комментаторство действительно практика вот я сейчас вернусь после двух месяцев я первые 15 минут буду опять вот как будто въезжать во все что происходит а там была практика и я комментировал те конкурсы задания на те конкурсы которые были не только с огромным желанием но и с подготовкой то есть я был в тонусе мне кажется что на взгляд обывателя просто говорить что там я не знаю какой-нибудь били лединов сейчас ты оценишь когда я последний раз смотрела футбол какой-нибудь били резина динеяр где-то стало немножко плохо так вот знаешь вот так сделал кто вспомнил вот вот примерно вот вот так понимаешь это побежал к воротам на самом деле расскажи какие критерии профессионализма и чем вообще профессионалы друг друга вот в этих конкурсах отличают вот классный типа вот не классного комментатора есть какие-то знаешь профессиональные критерии которые называют в первую очередь комментаторы там во первых русский язык то есть там есть люди даже там у телеведущих очень аккуратно все например там с дикцией когда подбирают людей там да с какими-то дефектами речи они даже теоретически могут присутствовать если человек другим берет если он берет знанием база и как-то нас называется матчастью то есть если он действительно интересно рассказывает нужно понимать что мы работаем для зрителя мы это важно если мы начинаем комментировать и наслаждаться тем как мы это делаем то можно сразу открыть дверь и выгнать этого человека потому что неважно сколько тебя слушает кстати этого никогда не узнаешь то есть я могу комментировать матч его может смотреть реально два человека в стране а может два миллиона я должен работать одинаково и аж не знаю как это происходит это ответственность перед собой поэтому русский язык знание специфики самого того что ты делаешь какие-то не знаю фишечки твои собственные которые приятно будет зрителю каждый раз в тебе видеть не знаю может быть манера может быть голос может быть шутки все же комментируют по-разному кто-то с разным темпом более медленно кто-то так это должно быть например ну как-то вот эти там от сердца или это как-то про не по-продюсерский делается по разному а не только по голосу на и по ним по манере ведения очень легко да там отличить условного гусева от уткина да очень кто-то говорит также как например даже в репортаж ведет тем же голосом как в жизни а есть тут например там стас минин коллега мой который в жизни разговаривает не так как в эфире он в жизни говорит одним голосом а в эфире он добавляет хрипоцы он вот это его образ он как бы рассказывает о том что вот ну это вот он придумал себе такую историю и вот он так ведет репортаж что касается меня я стараюсь делать так точно так же как я ну вот я как здесь разговариваю говорят что голос меняется но это наверное формат того когда ты садишься немножко начинаешь напрягаться давать какую-то эмоцию еще техника все и он немножко по-другому может звучать но в целом я стараюсь также шутим также какие-то вещи очень легко подмечать ну то есть я стараюсь быть собой какое там есть такое есть многим это не нравится потому что для многих это футбол это хихоньки хахоньки это очень серьезно я тоже не перемест àらい 4 этого не перегибает ну для меня есть если есть возможность пошутить или как-то забавно какую-то вещь подметить и от Gordon на что не нравится Комменты читаешь? Комментарии сразу же не дают тебе слишком много о себе хорошего подумать. А расстраивают тебя комментарии? В начале было волнение, когда я только начал работать на матче. Конечно, было волнение, потому что заходишь в комнату, и вокруг тебя разговаривают голоса, которые ты все слышал по телевизору. И кажется, что ты с ума сошел, во-первых. А во-вторых, хочется же, чтобы коллеги тебя приняли, что у тебя есть желание, что ты достоин, что ты действительно это умеешь и стараешься делать хорошо. И когда вдруг ты получаешь, просто там тебя разносят в пух и прах. Твиттер это вообще, короче, я не знаю, это вот преисподняя среди социальных сетей. Вообще, какая стратегия реакции на негатив? Ты идешь, что доказывать, что нет, ты не прав, Семенов, 1987. Или там, наоборот, всех блокируешь. Ты практически угадала человека, который... Там другие цифры просто... Который пишет всякую гадость иногда. По-разному. Если человек... Видно, что ему не понравилось, но он это делает не просто типа... А, посадили какого-то идиота, он все испортил. А он реально слушал, и у него есть реально претензии по каким-то сказанным вещам. Он разобрал. То есть это конструктивная критика. Мне даже интересно с этим человеком пообщаться и что-то вынести из этого. Когда это просто типа всех ненавижу, будьте прокляты, горите в аду. Вообще, я, кстати, матч не смотрел, но вы все равно все подонки. Вот. И ты такой, ну, ладно, что я могу здесь сделать. Я, в отличие от своих очень статусных коллег, пока я стараюсь не блокировать людей. И если это происходит, то это очень редко. Ну, то есть, может быть, пока у меня нет такого... А поклонники у тебя есть? Ну, есть, есть. Те, кто очень любят, те, кто пишут. Я, на самом деле, понимаю, что людям очень хочется сделать приятно, потому что действительно нравится твоя работа. Я не думаю, что они прямо вот из-за меня включают и смотрят. Да, есть люди, которые пишут, такие прям все, спасибо вам, о, круто, вас назначили на матч. Это прям вообще... А вы еще и там приедете в город, а можно там сфотографироваться. Но у меня этого очень мало. И я это воспринимаю как для себя приятный бонус. То есть, вот круто, знаешь, вот работаешь хорошо, вот получи немножко похвалы и там чего-то доброго. Я не купаюсь в этом, как вот, типа, вот, все, жизнь удалась. Слушай, очень много было мнений негативных по поводу того, что каналом Матч ТВ долгое время руководила Тина Тин Гивиевна, женщина, далекая от спорта, но, слава богу, недалекая от телевидения. Ты с ней пересекался? Это смешно. Один раз. За все время работы? Да, я с ней пересекался один раз. Это было не на Матч ТВ. Я шел по коридору в направлении школы Первого канала, уже сейчас будучи работником, потому что у нее там был мастер-класс. И я хотел его послушать, на нее посмотреть. Вот. И я увидел ее вдалеке в коридоре, что она есть. Все, и послушал ее на мастер-классе. Все, больше мы с ней ни разу не видели. А кто-то из тех людей, которых ты считал кумиром своим, звездой вот в детстве, и ты потом с ними познакомился? Дима Сычев, футболист, которым у меня были завешаны все обои, плакаты. Да, Рома Павлюченко. Вот это были два футболиста российских, которые реально для меня были. Когда они играли, в последний раз я смотрела футбол. Да, там был били лединов, да. Я страшно не хотела ходить на физкультуру в школе, ну, как и все женщины. Не потому что я люблю очень спорт, ну, просто переодеваться там в школе, потом ты ходишь такой, ну, как бы там же не душа, ничего нет, такой немножко напотевший ходить на другие уроки. Короче, и я поэтому на физру не ходила. А физрук у нас был страшным, страстным просто фанатом локомотива. И я с ним договорилась, что я буду ему рассказывать все новости команды локомотив. И поэтому на протяжении двух лет я изображала фаната локомотива. И хочется понять вообще, какая глубина знаний матчасти должна быть у человека для того, чтобы комментировать. То есть ты должен там вспоминать, как в 93-м этот футболист, который сейчас тренер, например, этой же команде забил. Это не помешает. Это как минимум не помешает. Это может не пригодиться. Это, как правило, вот если взять 100% твоей подготовки к матчу, который у тебя есть, вот то, что ты с собой несешь на эту трансляцию, из них, если ты скажешь процентов 60, это хорошо. А ты как-то еще готовишься, да? Естественно, это целый процесс. Что там, что там? Часов 8 это уходит, ну, такой хороший, хороший подготовка. То есть можно подготовиться в экспресс-формате, но для меня вот удобно часов 8, если у меня ушло. Я собрал все, что мне теоретически может понадобиться. И из этого можно вообще... Ну, помимо плакатов с Димой Сычевым, что ты еще берешь туда? С Димой Сычевым пока не брал плакаты. Там у меня есть таблицы, как это выглядит. Два листа А4 в альбомном формате, которые вот с двух сторон вот так напечатаны, чтобы их было оба быстро и удобно перевернуть. Я вообще не пользуюсь компьютером во время трансляции. Максимум таблицы, если вдруг она изменяется в режиме онлайн из-за того, что параллельные матчи идут. Все, вот там информация об игроках, какие-то интересные с ними случаи, статистические данные, их антропометрические тоже данные. Но из этого реально, может, процентов 40 просто можно выкинуть после трансляции. Но оно останется, во-первых, в голове, а во-вторых, останется, если вдруг понадобится на другую трансляцию. Так вот, что касается кумиров, вот с ними познакомился, с Ромой Павличенко, с Димой Сычевым. Это было, ну, это просто прикольно, потому что с ними начинаешь общаться, как уже с людьми, а не просто смотря на них по телевизору. Что касается комментаторов, ну, Виктор Гусев был всегда голосом детства. Он вот такой огонь, который меня, свет, который меня куда-то вел. Долгое время, когда я у него учился в школе Первого канала, потом мы с ним, по сути, прокомментировали тот приз-матч России-Испании, который был в конкурсе. И, по сути, вот с него все началось в Москве, им же как бы закольцевалось. Это было, конечно, очень круто, потому что слышать рядом с собой голос в своих наушниках, который у тебя звучал из телевизора, и ты понимаешь, что ты с этим человеком работаешь, это, конечно, невероятное ощущение. Вот это было прям. Есть люди, у которых, мне кажется, терабайт, миллион терабайт памяти в голове. Я не понимаю, как они все это помнят. То есть в идеале, конечно, чем больше ты знаешь, тем круче, это может тебе пригодиться. Но вот есть Саша Ниценко, мой коллега, есть Александр Елагин. Мне кажется, они помнят все, что видели в своей жизни касательно футбола. Это невозможно. То есть ты можешь задать вопрос человеку про матч, я не знаю, кто он, господи, не знаю, какой-нибудь Хофенхайм-Вольфсбург, и он тебе выдаст какие-то невероятные вещи, просто без подготовки, ну, то есть там, что угодно. Да, а ты даже не можешь запомнить, что это не Хофенхайм. Сколько букв F в слове Хофенхайм, да. Слушай, вот моя, наверное, самая любимая тема, очень мемная по поводу комментирования, это заштампованность комментирования. Как сейчас в профессиональной среде вообще отношение вот к такому комментированию? Просто я слышала, что, например, на Матч ТВ есть целый лист стоп-лист. Слава богу, это прошло. Потому что, ну, есть вещи, которые... Нужно отличать штампы от вещей, которые вошли в обиход. Конечно, лишний раз, если ты найдешь какой-то синоним в голову, в раздевалку или там чему-то подобному, там, я не знаю, вот они не приходят, кстати, в голову, когда нужно это сейчас придумать. Это в зависимости от ситуации. Это будет здорово. Ну, потому что это действительно как будто у тебя очень узкий словарный запас маленький, и ты не можешь реально придумать ничего другого. Но есть вещи, которые... Ну, они действительно лучше, и не скажешь, чем говорили. С другой стороны, есть вещи, которые присущи какому-то комментатору. Вот есть Уткин, который много таких вещей изобрел. И это как будто, ну, ты у него как будто их заимствуешь. То есть это вообще его фишка. То есть он говорит это выражение. Когда ты начинаешь его повторять, ну, как-то это вообще странно. То есть это не просто штамп, а ты берешь у конкретного человека и забираешь. Поэтому чем их меньше, тем лучше. Но есть вещи, от которых просто, ну, невозможно отказаться. Потому что это уже как будто ты на русском языке говоришь специфическим текстом о конкретной ситуации. Ты как-то предполагаешь исход матча, и исходя из этого прописываешь какой-то сценарий? Есть у тебя какое-то понимание? Ну, вот что сегодня, ну, точно раскатают. Я никогда не делаю ставок. Я хотела как раз следующий вопрос, спросить про ставки. Да, никогда их не делаю. Я знаю, что есть спортивные комментаторы, хоть это и запрещено, но они ставочками балуют. Комментаторов не запрещено. Почему? Комментаторов не запрещено. Они же не влияют на исход. Это многие люди думают, что реально комментатор влияет на исход встречи. Как про Гусева говорят, это люди, запомните, Виктор Михайлович Гусев не влияет на игру сборной России. Вот, ну, то есть, это, ну, это маразм думать реально, что когда комментирует один, вот они второй, наши все, посыпятся там, или наоборот. Вот это хорошо, это человек для нас очень удачливый. Я ставок не делаю. Я могу предположить, если мне, ну, очень, там, не знаю, просто интересно попробовать или кто-то попросил. Была интересная история, когда у меня друг, Ваня Дмух, сказал, позвонил мне, сказал, слушай, я тут решил, что-то заехали, решил побаловаться. Вот матч, я знаю, что ты будешь его комментировать, это был матч в футбольной национальной лиге, крылья Советов, Оренбург, в Самаре. Там играл Соболев, что важно, наш. Вот. И говорит, слушай, скажи, я говорю, Ваня, ты же знаешь мою позицию, я не люблю. Да ладно, скажи, типа, ну, вот я там так, подурачиться. Говорю, ну, слушай, а, типа, ты же готовился, ты же должен знать, как это все закончится. Я говорю, ну, конечно, конечно, я же готовился, я же сам буду на поле выходить, голы забивать. Вот. Я говорю, ну, смотри, я думаю, что крылья выиграют со счетом 1-0, гол единственный забьет Соболев во втором тайме. Все сошлось. Коэффициент должен был быть какой-то сумасшедший на это, я не знаю какой. Ну, то есть там просто бешеный. Я такой после трансляции выбегаю, думаю, вот как круто, звоню ему. Говорю, ну, что? Он говорит, да я что-то просто на победу поставил. Я говорю, ну, ты дурак вообще, зачем ты спрашивал меня тогда? Ну, и там какой-то несерьезная какая-то вообще сумма была из-за этого. Но вообще я этого стараюсь избегать, потому что, ну, прогнозы – это такое дело. Какие такие у тебя планы на какие такие возможности, которых здесь нет? Ну, может, чтобы обои уже были уже не отклеены там. К счастью, это уже другая квартира. Но в ту я периодически, да, вспоминаю. Я не рассматриваю Москву как город, в котором я хочу остаться насовсем. Я понимаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, это мечта миллионов людей, и они бы мечтали оказаться на моем месте. Но при этом я бы очень хотел все-таки когда-нибудь сделать что-то очень крутое и полезное именно здесь, в своем родном городе, в Барнауле. И я пытаюсь сейчас, я наслаждаюсь работой, мне действительно она просто, ну, невероятно нравится. Это потрясающая работа. Я извлекаю из нее максимум не только как вот в виде там денег, не знаю, там удовольствия и так далее. Я набираюсь контактов, я набираюсь опыта, знаний. Я постоянно думаю о том, где, как это могу применить. И вот уже удается, когда я привожу сюда комментаторов для людей, с которыми они там работают, проводят мастер-классы. То есть я постоянно пытаюсь все, что я получаю там, притащить сюда каким-то образом. Потому что мне кажется, что это гораздо важнее. У меня искренняя любовь и искреннее тепло к месту, которое дало мне вот здесь все. И в том числе в конкурсах. Огромное количество людей, которые голосовало за меня, и без них ничего бы не получилось. Я все время думаю о том, что когда-нибудь наступит момент, когда я скажу, ну вот можно дальше продолжать. Ну вот я вот набрал все, что могу сейчас унести с собой, вот больше я уже никуда не положу. И попытаюсь все это вот перетащить сюда, здесь вот так выгрузить и красиво сконструировать что-то из этого в Барнауле. У всех моих друзей и приятелей, которые, мужчин именно, которые уехали в Москву, у них есть одна общая черта. Они все одиноки. Как у тебя с этим дела обстоят? Ты выносил мозг, что ты должен вынести мусор. А ты просто намекаешь на то, что вот ты одинокий, рассказывай почему, да? Нет, я у тебя спрашиваю, ты вообще свободен или ты как? Ты помнишь, что запись еще идет с этим вопросом. Я помню, помню. Да, у меня сейчас нет девушки, любимого человека, да. Но мне кажется, дело тут совершенно не в работе, а в том, что просто как-то так получается, что, ну, наверное, не встретился тот человек, который бы вот так вот захватил. Ну и где ты там ее встретишь между Гусевым и этим? И Стагниенко, что ли? Что там она должна делать? Ну, это действительно правда. В Москве я практически очень-очень редко куда-то там дергаюсь, путешествую. Я там все время рядом с работой, либо в командировках, да. Ну, я не знаю. Ну, это сложный вопрос, потому что мне кажется, что дело тут не в географии или где ты находишься. Это просто либо откуда-то берется, либо нет. А ты как-то себя продвигаешь в соцсетях? Вообще это нужно комментатору быть селебом? Мне кажется, да. Ну, то есть, ну, не прям там вот селебом, но мне кажется, да. Это помогает, во-первых, общаться с аудиторией, понимать ее, слышать ее. Во-вторых, ну, чего греха таить, это помогает какие-то мероприятия, какие-то предложения. Это не только деньги, это и возможность развиваться, возможность пробовать себя в новых каких-то образах, не только комментаторам, а там где-то что-то сняться в рекламе, еще что-то поделать. Ну, это все очень большие плюсы. Какой твой прогноз на вот всю эту историю с короной в твоей сфере? Пока вообще ничего не понятно, потому что вот, что касается коронавируса, понемножку начинает возвращаться спорт, насколько это возможно. При этом я понимаю, что все власти и все органы, которые за это отвечают, действуют по наитию и импровизируют, потому что они сами, мне кажется, не совсем понимают, как это может быть. Я очень надеюсь, что мы как можно быстрее найдем способ сделать так, чтобы спорт был в принципе, а желательно еще и чтобы это видели люди, не только по телевизору. Были болельщики на трибунах и так далее. Но я боюсь, что до зимы это может продолжаться, к сожалению, в формате таком вот очень хирургически обработанном. Слушай, никаких новых, ну, я не знаю, каких-то новых для себя не придумывал выходов. Ну, допустим, комментировать какие-нибудь киберматчи. Это же тоже сейчас такая модная тема. У меня не было такой возможности. Как раз коллеги начали это делать, когда я уехал. У меня было такое предложение еще до того, как все, что называется, это стало мейнстримом. Потому что, когда все еще придумали, что нужно комментировать киберспорт, я ходил с листочком, на котором был полностью написан проект, и всем говорил, ребята, вот это надо сделать к чемпионату Европы. Сто процентов это будет заходить. В итоге это сейчас все проходит на Матч ТВ, только немножко не про чемпионат Европы. Но нет, я пока не начал, но это можно сделать. Мне удалось только один раз покомментировать киберспорт. Мы делали благотворительное мероприятие для врачей Алтайского края, шоу-матч по Counter-Strike. Это даже не FIFA и никакой не футбол, это вообще стрелялка. И это был ад, потому что было вообще очень тяжело. У меня был благо лучший напарник, который только может быть, мне кажется, в этом виде спорта, гениальный. Но мы комментировали, я пытался вникнуть. Он произносил 15 слов в предложении, из которых 14 было ощущение, что на венгерском, потому что я ничего не понимал, что происходит. Но моя задача была связать его с аудиторией, как эксперта. И с этим, я считаю, я справился. Так что вот был такой опыт комментирования компьютерных игр, причем не футбольных. И это было, конечно, очень любопытно. Есть вообще разница между комментированием людей живых, которые бегают, которые там не забили, легли в углу и плачут, и комментированием вот этих вот нарисованных антропоподобных? Конечно, есть. Огромная, потому что это совершенно другой вид спорта. Это уже можно назвать, кстати, видом спорта, поэтому это совершенно другой вид спорта. Но прикол как бы в том, что ты не закисаешь в однообразии. То есть ты вот комментируешь, 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 у тебя новый вызов. Тебе снова нужно по-другому готовиться, вникнуть в абсолютно другую какую-то специфику. Понять, что ты в ней ни черта не понимаешь, что тебе нужен эксперт, что с ним нужно взаимодействовать, наладить с ним контакт. То есть это целая, ну, работа. Миш, спасибо тебе. У нас в первом времени кончилось. У тебя есть постыдное увлечение? Я не знаю, почему Маруся не задала этот вопрос. Постыдное? Я вообще всем задаю. Постыдное увлечение. Ну, просто у него такая работа, у него такая работа, что в принципе зачем ему постыдное увлечение. Да, guilty pleasure у тебя есть там. Петь и танцевать, когда ты уборку дома делаешь, это постыдное увлечение? Это не то, это не то. Это должно быть что-то такое, понимаешь, во что ты всю душу вкладываешь. Честное слово, ну, так, чтобы я кому-то о какой-то своей деятельности не рассказывал, и это было вот только такое, только мое. И потому что вот мне стыдненько, что об этом кто-нибудь узнает. Ну, так, неловко, да, немножко, типа. Мне кажется, она начинает просто про меня узнавать уже информацию какую-то. Не, ну, может, ты бьюти-блогер, например, может, ты там. Я в детстве, это страшная история, я в детстве мог часами пародировать Максима Галкина в его разных пародийных образах. Помните, были вот эти вот стрёмные концерты, ну, концерт нормальный, а стрёмные кулисы сзади вот такие вот этими вот волнами. Вот, и он стоял, и какой-то был монолог, типа, у него разные личности, там была... Да берите воздуха в грудь, говорил он Задорный, Жириновский. Да, Жириновский, потом Рената Литвинова, кто-то еще. Я вот, я реально мог вот так разговаривать, потому что... Ой, потому и мог его копировать. И вот, и всех этих людей... И потому начинался Ельцин, Борис Николаевич. Я вот так реально часами мог пародировать всех этих людей, потому что мне было смешно, вот. А потом... А вот, кстати, между прочим, если вы сходите в Реалити Квест Иллюзорум, там подсказки в Гарри Поттере дает эльф-домовик Добби. Вот. Угадайте-ка с трех раз, кто его озвучивает. Добби Свободен. Добби, сэр, Добби, домовой эльф. Добби никогда не хотел убивать Гарри Поттера, никогда не хотел. Вот, то есть, ну, вот эта вот штука, это постыдное увлечение, я не знаю. Это то, что нужно, это то, что нужно. Слушай, круто, круто. Спасибо.